И вновь в студии MagicSopInternetTV на канале MarketPain24. Встречаем нового гостя. Это Андрей Маковеев. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то мы с вами встретились, очень долго переписывались, согласовывали время. Я понимаю прекрасно, что у Андрея тоже очень плотный график, потому что Андрей является генеральным директором нового интернет-издания «ДЗЕ». И тема нашей беседы – это студенческое телевидение, называется «Ё». Там не только телевидение, но одно из направлений – телевидение, то есть вообще в целом журналистика студенческая. Студенческая журналистика. Вообще, честно говоря, сейчас очень много тоже, я одна, как из платформы наша, MagicScope, и вот ваша студенческая. Но мне понравилось, что вы очень активно реагируете на какую-то вот свою внутреннюю жизнь. Что происходит? А вообще цель какая вот была создать? Только освещать свою внутреннюю жизнь. Медиацентр «Ёвы медиа». Да. Изначально мы разговаривали с ребятами, то есть было множество СМИ, множество газет в университете, по отдельности на каждом факультете. Я был главным редактором газеты «Проф.ком университетской». Был университетская газета, журнал, и мы подумали, что стоит объединить, наверное, все усилия в одно, и будет проще, когда мы аккумулируем всю информацию в одном, и люди знают, куда заходить. Потому что была проблема, что люди везде смотрят, очень большой поток информации, а все это объединив в одном, проще человеку ориентироваться в университетской среде, и человеку извне, тем более проще ориентироваться, когда это все в одном месте скоплено, и уже выбрать, чем заняться, куда сходить, почитать новости, посмотреть фотографии и так далее. Ну, больше-то, конечно, это освещать жизнь самого университета. Освещать жизнь, поднимать проблемы, то есть мы, скажем так, свободная журналистика, да, я признаю свою журналистику только студенческую, потому что остальная, она, это как, грубо говоря, кто платит, тот музыку заказывает. Вот, и, собственно, я работал... А вас не курируют, то есть ректор не вмешивается? Нет, нет. Нет, да? Ну, иногда нам, не со стороны университета, со стороны других сторон, мы, когда пишем какие-то правдивые материалы, людям не очень нравится, нам под нас просят убрать, но мы никогда ничего не удаляем, не убираем. По поводу Навального, да? Ну, по поводу Навального в том числе, да. То есть мы его никак не окрасили, то есть мы ни за Навального, ни против, мы просто говорим, что такой человек есть, и он имеет право существовать своим мнением. А так мы, да, пишем, публикуем все, что нам интересно, все, что важно, и считаем, что никто нас запретить это не может. Ну, Лена, сразу же ворвусь и скажу, что это было очень хорошо, что как бы по нынешним временам, это большая смелость, Андрей, когда университетская СМИ идет буквально на Влогово Навального, Пермское гнездо, куда Навальный приехал, да, и там была ваша камера была. Я вообще поразился. Думаю, а где же ректор, который у нас, ведь не будем скрывать, он у нас поддерживает политику Путина и так далее. Ну, вот, чуть поподробнее, откуда это появилась идея, и потом, каковы были последствия административные? Последствия из-за Навального? Да, да, да. Да, никаких абсолютно последствий, то есть нам писали, я даже не знаю кто, просто говорили, типа, для чего вы это делаете и так далее, вы же университетская СМИ. То есть писали не из универа, а со стороны кто-то писал? Да, со стороны, не из университета. Из ФСБ писали? Нет, думаю, что нет. Я, честно, не знаю, не выяснил, кто это, мы просто ответили, что это такой же, там, кандидат, как и другие люди, имеют право существовать, и со стороны университета никакого недавления, ничего не было. Ну, очень хорошо, потому что, ведь мы знаем, в других вузах страны, там, буквально вызывают, там, типа, куда ходил, зачем и так далее. Поставим большой жирный плюс вашему. Лена, продолжайте, спасибо. Спасибо. Это я вот, человек, интересующийся вот этим политическим, не выдержал. Я тоже по образованию историк-политолог, поэтому, да, это мне тоже интересно. Вообще, вы в университете учитесь уже на каком курсе? Я учусь на втором курсе магистратуры. Да, то есть я закончил бакалавриат историко-политологического факультета, я историк по образованию, у меня есть дополнительное образование, там, государственное муниципальное управление, реклама, связь с общественностью, юриспруденция. То есть планируете преподавать в университете? Почему нет, не отрицают, да, и мне кажется, у меня в этом хорошие возможности, то есть я проходил практику, и мне отметили, что я очень хорошо веду, я занимаюсь тренингами, веду тренинги для детей, для молодежи, для студентов. А что за тренинги, Андрей? Тренинги по личной эффективности, по саморазвитию, по лидерству, по коммуникациям, по журналистике в том числе, я тоже веду, учу ребят заниматься, то есть пиарить свои мероприятия, красиво говорить, планировать время, правильно себя вести, планировать свою жизнь. Вот, Андрей, скажите, на сегодняшний день это очень востребовано, потому что вот соглашусь с вами, что это нужно, да, с одной стороны, но опять же, зная, в общем-то, рынок наш, да, очень много предложений. Как правильно говорить, его ведут даже вот девчонки, которые ведущие на радио, да, очень много консалтинговых групп и так далее, и так далее. А у вас что, аудитория, кто к вам приходит? В основном это, сейчас я работаю по совместительству еще в бизнес-школе открытия, это франшиза Новосибирской бизнес-школы, то есть для детей, там дети обучают с 1 по 11 класс. И по-хорошему я им завидую, потому что они в возрасте там 7, 10, 12 лет уже осваивают те моменты, которые многие взрослые родители приходят и говорят, мы хотим это все знать, мы хотим уметь, можно мы будем тоже ходить на тренинги. Мы говорим, извините, у нас для детей. А так, каждый выходной идут занятия, и детей достаточно много, при том, что они всего как 2 недели открылись, и уже как бы дети идут, потоки. А что вы там конкретно вот делаете, Андрей? Конкретно, приходят дети, сначала мы с ними знакомимся, играем, командообразовываемся, а потом мы их учим коммуникациям, общаться, соблюдать какие-то нормы, публичному выступлению, планировать жизнь, свою цель, ставить какие-то маленькие, быть толерантными, уметь дружить, уметь знакомиться и так далее. Толерантность мне очень нравится. Можно спросить, а толерантность к кому или к чему? Ну, как ко всему, начиная от, не знаю, от инвалидов, заканчивая бедными людьми на улице, которые просят деньги, к другим расам, нациям, национальностям, чтобы дети понимали, что существует множество возможностей, альтернатив, что нет единственного правильного ответа в жизни, и что просто у всего есть плюсы, у всего есть минусы. А с сексуальным меньшинством? В том числе, в том числе. Ну, мы об этом, конечно, не разговариваем, то есть, этой темы еще не было, но, в принципе, я думаю, об этом поговорить стоит. Какой-то возраст. Зависит от разного возраста, да, возраст со 2 по 11 класс, а базовой толерантности к расам, к нациям и к религии мы говорим в возрасте 10 примерно лет. А сексуальная толерантность, мне кажется, надо говорить уже лет 17, 18 и так далее. Ну, там 16 плюс, наверное, идет, да? Ну да, конечно, конечно, естественно. Хорошо, вот мне это очень понравилось, потому что, на самом деле, можно освещать очень много тем, да, но эту тему как-то все время стараются немножко задвинуть. Еще вот такой вот момент. Смотрите, свое телевидение, это хорошо, но ребята-то как-то вот тоже участвуют, или у вас уже вот костяк журналистов, и никто не может прийти со стороны? В медиа-центре Ю у нас сейчас порядка 40-50 человек, которые болеют, увлекаются, радеют журналистику. Они же, может быть, приходят, да, попробуют себя и уходят. Бывают это кик, конечно, то есть есть костяк человек 20-25, которые постоянно готовы трудиться, то есть у нас есть 5 направлений, это интернет-текст, то есть мы в интернете существуем, да, потому что это бесплатно или дешево, это видео, это радио, это дизайн-неверстка, это фото. Вот, и, собственно, по всем направлениям у нас есть руководитель направления, у нас есть редактор, так называемый, есть администратор, есть штат, ребят, которые учатся, то есть мы ежемесячно проводим обучение, два раза в год мы проводим большие школы, у нас называется зимняя школа медиа-центр Ю и летняя школа медиа-центр Ю. Еще вот как генеральный директор, монетизацию, микрофон не работает, да, все работает, как генеральный директор, свою задачу, что нужно это монетизировать, да, быть независимым, как вот вы справляетесь с этой задачей? Да, интернет-издание Дзе, это уже другой проект, это вот с ребятами, которыми мы создавали в свое время интернет-издание Ю, медиа-центр, мы создали интернет-издание Дзе для молодежи Перми, то есть это университетское, а это уже на уровне города и в дальнейшем даже края, возможно. У нас на сегодняшний день 7-8 человек, я генеральный директор, да, я занимаюсь в том числе у нас и маркетолог, и журналист, и в том числе и я занимаюсь продажами и продвижением нас где-то вовне, то есть мы сейчас договоримся с партнерами, ищем себе тех людей, которые заказывают рекламу, и при условии, что у нас пока что только группа ВКонтакте, ну, нам доделывают сайт, через две недели он будет готов, у нас уже заказывают рекламу, видя, что у нас достаточно качественный контент, и у нас охват, например, постов ВКонтакте раз в 6-7 превышает количество подписчиков. Да, и я записала, что у вас, в общем-то, был отмечен, да, паблик ВК, который проводился конкурс, да, вы расскажите еще о нем подробнее. Да, был, в прошлом году мы поучаствовали в двух конкурсах, мы до этого не участвовали, мы делали в свое удовольствие о медиа, а в прошлом году мы задумались, надо, наверное, сравнить, круче мы, не круче, а то много классных ребят, мы-то на каком уровне. На один конкурс мы съездили, он очный был, мы приехали, не понимали, что происходит, там был конкурс «Сценгазет», мы сделали «Сценгазету», как мы это понимаем, как мы видим журналистику, выиграли, заняли первое место, это было в Московской области, в Химках. После этого, буквально через полмесяца мы отправили заявку на конкурс, который судил сам, сама администрация ВКонтакте, да, и мы стали лучшим молодежным пабликом в России по версии администрации социальной сети ВКонтакте. Андрей, да, это, в общем-то, так, это круто. Лена, снова хочу ворваться, Андрей, вот ваш, как сказать, коллега, да, Дмитрий Потапов, который пишет, делает интервью с учеными, ведущими вашего университета, по-моему, 59 ровно сейчас работает, пришел. Шикарная идея, хотелось бы кого-то из ваших молодых ребят-студентов, кто интересуется наукой, пригласить к нам, например, пусть они делают интервью для вас, расшифровку, а у нас прямой эфир с одним из ваших профессоров, это возможно? Да, хорошая идея, у нас как раз с этого года мы сейчас запускаем рубрику наука в медиа-центре ЕО, и думаю, это вполне хорошая идея, мы можем это совмещать. Да, потому что вот, как бы, пропаганда науки, сайты типа постнаука.орг, там как раз идеально хронометраж 15 минут, любой ученый должен за 15 минут рассказать о своих, как бы, как сказать, результатах, своей жизни в науке за всю жизнь, да, за 15 минут. Не можешь, значит, плохой ученый, я так считаю. И вот там люди как раз это и сделают. Поэтому, Андрей, с удовольствием ждем кого-то из ваших, посылайте, попробуем. Здорово, спасибо, Лена. Будем иметь в виду. Замечательно. Я так понимаю, что у нас время заканчивается, да, потому что у нас следующий проект будет ровно в 2 часа. Я еще раз напоминаю, что у нас в гостях был Андрей Маковеев, это генеральный директор нового интернет-издания ДЗЕ. Спасибо, Андрей, удачи вам. Спасибо вам, спасибо, всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.